Всем привет! Сегодня я вам расскажу о 7 транспортных странных средствах, на которых точно хочется покататься. Поехали! Люди всегда хотели передвигаться как можно быстрее. Для этого на протяжении всей истории во всех уголках планеты им приходилось создавать разнообразные транспортные средства. Некоторые из них получались невероятно странными. Именно о таких средствах передвижения и пойдет речь в этом обзоре. Первое. Канал такси. В Таиланде можно покататься на таких вот такси, носящихся по каналам. Это очень большие и шумные лодки, да еще достаточно опасные. Каждый день в одном только Бангкоке рассекают сотни подобных плавательных средств. Они перевозят местных жителей и туристов. Второе. Висящий поезд. В немецком городе Вуперталь можно покататься на уникальном поезде. Висящая железная дорога действует здесь с 1901 года. Передвигается состав по участку длиной 13,5 километров. Каждый день он перевозит не менее 80 тысяч пассажиров. Третье. Рикши. Оказавшись в Японии, не следует себе отказывать в удовольствии покататься на рикше. Появилось это транспортное средство уже в 19 веке. За последние два столетия оно смогло стать неотъемлемой частью городской японской культуры. Четвертое. Амфибиус. Универсальное транспортное средство для езды как по суше, так и по воде. Покататься на таком автобусе можно в Нидерландах. В один амфибиус может поместиться до 50 пассажиров. Используются подобные автобусы главным образом для извоза туристов. Пятое. Автобус-верблюд. Оказавшись на Кубе, можно увидеть вот такие вот необычные автобусы. В шутку их называют верблюдами. Такое название прилипло к ним благодаря необычной форме прицепа для пассажиров. Хотя по техническим данным это не автобус, а грузовик. За раз такая машина может перевозить до 300 человек. Шестое. Дак. Еще один интересный автобус-амфибия для туристов, который можно увидеть в Лондоне. Ездит машина не только по городским дорогам, но и плавает по главной реке Темзе. Для этих автобусов в городе даже предусмотрены специальные спуски. Седьмое. Велорикша. Во вьетнамском Хауное можно покататься на трехколесном велорикше. Чаще всего такими такси пользуются туристы. Передвигаться по такому густонаселенному городу на других транспортных средствах было бы совсем непросто. На сегодня все. Спасибо за просмотр. В предыдущем видео я рассказывал о 10 итальянских авто, ради которых можно отдать все на свете. Ссылочку оставлю в описании. Не забывайте ставить лайки. Всем удачи и пока.